Всем привет, меня зовут Настя, и сегодня я расскажу про решениях Катона Huawei и лаборатории инноватики ФПМИ, Фистеха, по инпейнтингу картинок. Там зарегистрировалось где-то 100 команд, участвовало где-то 25. Мое решение заняло первое место. Ну, собственно, инпейнтинг — это дорисовка картинок. В данном случае у нас были картинки всяких пейзажей, природы или, наоборот, городских, как мы можем видеть, например, один пример. Все картинки были одного и того же размера, 500 до 600 пикселей. Маски тоже имели определенный вид, они состояли из нескольких квадратиков белых. В датасете в трейновом было 800 картинок с масками, без масок, и также были описания масок, чего не было в тестовых датасетах. Описания масок выглядели как перечисление прямоугольников с их координатами углов противоположных. В паблик-тесте было всего 50 картинок, а в прайвете — 200. Причем прайвете было доступно только в последний день хакатона. А сам хакатон длился месяц, где-то с середины июля до середины августа. Вот, кажется, все уже начали что-то заподозривать. Как вы видите, здесь попиксельные метрики, и вы уже догадались, что это приводит к не очень хорошим вещам. Я не знаю, зачем Huawei так сделала, но, с другой стороны, мы сами знаем проблемы метрик в компьютер-вижн. Тут попиксельные метрики, PSNR или один лосс, но сравнивалось вообще на PSNR, максимизация которого эквивалентна минимизации MSE. То есть, по сути, мы просто оптимизируем MSE. Вот здесь я написал основные шаги моего решения. Использование предобученной сетки Diffusion Network, DFnet. Также я потратила время на идентификацию масок, тест тайму, аугментацию и размытие. Ну, да, вы уже догадываетесь, почему. В общем, так выглядит DFnet. Он похож на UNet. Но тут, в общем, тоже сокращающий путь, расширяющий путь. Полученные фичи на каждом из уровней проносятся в Fusion блок, который как раз-таки с использованием этих фичей, а также измененного размера инпута воссоздает картинку. И причем, поскольку есть несколько уровней, то картинка воссоздается в нескольких разрешениях, потому что маленькие разрешения более удобны для распознавания архитектуры, ну, то есть общих черт образа картинки, а более большие, наоборот, для всяких мелочей. Вот так, собственно, выглядит Fusion блок. Здесь мы получаем feature maps с какого-то уровня. Получаем поэтому некоторые дополнения, причем где-то в области маски. А потом мы берем и соединяем это с отрезанным инпутом, чтобы получить карту альфа-коппозиции. Прикол этого Fusion блока в том, что он рисует немного за пределами маски, потому что так проще воссоздавать и избегать артефактов на границе. Вот, потом все эти три штуки подают воссоединяться в финальный результат. Вот здесь можно посмотреть, как это выглядит, картинка из репозитория. Они обучали свою сеть на двух датасетах. Есть первая версия, которая для Places 2, которая как раз-таки для пейзажей, для городов и всяких других мест. Вот, а есть на селебе, которая воссоздает лица. Вот, как видите, здесь картинки получаются довольно неплохие. Собственно, это как раз-таки входные данные, набросок, дополнение карты альфа-коппозиции и воссоединенный результат. А последнее — это ground-truth. Вот, то, что в Places 2 картинки были размером 512, в принципе, мне помогло, потому что это похожее разрешение, не получается такого сокращения. Собственно, сама сеть была выбрана в том числе потому, что она имеет такое хорошее разрешение. Вот, но она, поскольку это архитектура, подобная U.NET, и сначала происходит сокращение картинки в несколько раз, в два раза, много раз, а потом наоборот, то необходимо было западить, и я западила до 768, 768. зеркальными значениями, то есть вот так. Собственно, такое безглавное решение дало PSDR примерно 31. Я попыталась ее немного пофайн-тюнить на том же самом Places 2, потому что 800 картинок — это очень мало, собственно. Георгирую эти произвольно-квадратные маски, сочетаю некоторые квадратные маски из тренировочного датасета, и их совмещаю. Вот, валидирую сюда тренинг, который нам дали организаторы. И я все делаю по NMSE Loss, потому что это, собственно, целевая метрика с маленьким learning rate, но, к сожалению, даже так оно совсем не зашло ни в само по себе, ни в связке с исходной при обученной модели. Модели, ну, наверное, потому что BSE просто плохая метрика даже для такого подтюнинга. То есть, по сути, что у меня получается, я использовала просто предобученную модель, которую я никак не дообучала. Вот так она вас стартовала на картинках из датасета. Вот. Далее, как я делала идентификацию масок? Я для этого применяла морфологические операции, поскольку маски квадратные, и такие операции помогают воссоздавать их. Я сначала применяла монфологическое открытие, то есть это сначала эрозия, а потом делейшн. То есть сначала берутся минимум из структурного элемента вокруг пикселя. то есть как мы видим здесь вот, например, был квадрат, был пиксель, да, и вокруг него смотрится на рамку. Берется минимум, и поэтому здесь будет ноль. А деляется это наоборот, только берется максимум. Вот, например, так, пример из OpenCV. Я выбирала по трейну размер структурного элемента. Он был 31 на 31 в итоге. После применения морфологических операций я удалила некоторые компоненты, потому что если слишком маленькие, то, скорее всего, это был просто еще шум какой-то, который не убрался. А если это была слишком большая связная компонента, то это, скорее всего, небо, потому что она часто бывает в такое ярко-белое, и оно просто вот такое получается кусок. Ну, тюнила я этот параметр с помощью коэффициента Соррисон-Дайса или просто два объема пересечения таргета и полученные маски, таргетные маски и полученные маски делены на сумму объемов площадей этих фигур. Ну и просто насколько это выглядит хорошо и подходящий под нашу задачу. В итоге получилось так, что всего три из тестовых картинки получили неправильные маски, как, собственно, вот это вот. Вот здесь осталось еще немного. Но тут я уже ручками убрала. Как проводилась тест-тайм-аугментация? Ну, перед аггомментацией я решила заинпейзить картинку каким-нибудь образом, чтобы не было артефактов при поворотах, например, картинки. Вот. Потом я использовала просто повороты и флипы. Повороты я как бы выбрала мануально. Это больше потому, что я хотела их затюнить как-нибудь по-особенному, но в итоге где-то произвольное значение выбрала. Ну, они были все от 0 до 360. У меня выбрала какой-то набор значений от 0 до 90, и потом приплюсовала к ним по 90, 180, 270. Вот. Получила повороты от 0 до 360, а также горизонтальные флипы. Вот. Сначала я делала только где-то 8 аугментаций, и тогда по сценару на паблик-дизайборде увеличился на 2 очка, но когда я делала больше, там уже было еще больше улучшения качества. финальная модель используется 72 аугментации, 36 поворотов на 2 флипа. Это да. Поскольку с одной стороны это уже достаточно хорошее качество, с другой стороны это не слишком долго. Ну, в общем, да, если кто-то еще не догадался, что плохие пиксельные метрики, то вот. Такая картинка. Это вот, кажется, красивая картинка, да, неплохая. Ну, точно лучше, чем вот эта. Но метрики так не считают. И поэтому пришлось также размыривать картинку для искусственного повышения скоро. Вот. Причем я подбирала параметры на, опять же, на тренном датасете, агумитированные рисунками. В общем, выбрала в итоге гауссовские размытия с UDRAW 9 на 9. И еще одна вещь, которая сработала лучше, это применять размытие до того, как применять бледнинг к картинкам, чем после. Поэтому сначала применяла блюрс, брала среднее по этим картинкам и возвращала те пиксели, которые не присутствовали в маске на место. и такой трик дал где-то увеличение на 0.15-0.2. В общем, на тесте у меня был скорпы SNR 32.6. И для интереса мне потребовалось 30 минут на GeForce RTX 2070. Это была карта сервера моего слухового, потому что Huawei предоставлял свои серверы, но не очень много, и понятно, что там начинаются гонки за вочности. Поэтому лучше просто делать это своем где-нибудь и не париться. Я немного расскажу про второе и третье место, которые выступали на завершениях Катона и рассказали про свое решение. Как мы видим, где-то на 0.05 там второе место поменьше. Человек использовал помимо DFNet и также EdgeConnect и использовал другой принцип к аугментации. Он решил так, что если вы отражаете базу на краю картинки, как тем самым миром файдингом, то мы можем увеличить ее где-то в два раза. Получается очень большой кусок, который нужно будет как-то дорисовать. Слишком большой кусок дорисовать плохо. Поэтому, может быть, стоит картинку размещать так, чтобы дорисовка была… Если уж там маска сбоку, то нужно дорисовывать ее сбоку. И они дважды. Но ему оказалось очень лень, и он стал его размещать в разные углы. И это, как он сказал, дало ему какое-то повышение результата. Но этот человек там тоже какие-то предобученные сетки использовал, а вот третье место решило обучать свою с нуля. Потому что они прочитали какую-то статью, которая вышла за неделю до начала хакатона. И авторы не посчитали нужным выложить свой код. Но эта статья все равно очень понравилась, и они решили ее имплементировать. Конечно, обучали они все-таки не на этих 800 картинках, а на places 2. Они утверждали, что если у них было больше времени, они бы вообще хорошо обучили. Ну, я не знаю. Может быть. Принцип, собственно, такой, что этой статьи в целом такой, что картинка дорисовывается поэтапно, по несколько пикселей в рабочке. И они так обучали, взяли несколько чекпоинтов моделей, их заблазили и применили размытие. Но, к сожалению, в этом хакатоне победила просто предобученная сетка. Но зато я поделюсь с вами их имплемендацией, потому что они очень сильно ее пиарили на завершениях хакатона. Так что пользуйтесь. Ну, в общем, в целом, я вроде рассказала все про свое решение. Задавайте вопросы. Спасибо за доклад. А можешь подробнее рассказать про агментацию, которую ты в TTI использовала? Ну, я просто применяла повороты, инпейдила их и потом возвращала обратно. И потом усоединяла все результаты. Там вроде больше не было агментации, кроме паддинга, который необходим для того, чтобы сетка заработала, и поворотов. Еще вопросы? Если ты вот так вот агментируешь и обратно блендишь, то у тебя получается вся картинка замыленная. Типа это плохо? У нас это фича не баг. Как мы видим по этим метрикам. Ну, окей. А метрика только по маске считалась, получается? Метрика? Ну, я потом дорисовывала эти… Я возвращала исходную картинку так, где не было маски. Окей, спасибо. Остались ли еще вопросы? Нет? Спасибо большое за доклад. Спасибо большое за доклад. АПЛОДИСМЕНТЫ ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА